ООО «Архангельское телевидение» Раннее название «Архангельское городское телевидение» Одна ведущая региональная телекомпания. Ее передачи смотрят в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и а также в Приморском и Холмогорском районах области. Постоянная аудитория телекомпании насчитывает 637,5 тысячи человек. История 21 августа – официальный день рождения компании АТК. С этого момента началось строительство сети кабельного телевидения в отдельном микрорайоне города – молодежном жилом комплексе «Соломбала». Учредителями компании стали ООО «Инфотелеком», ООО «Артелеком», ООО «Архангельский морской торговый порт», мэрия города Архангельск, ООО «Красная кузница» и некоторые другие. Первыми сотрудниками-основателями компании были Яков Папаренко, Юрий Фирсов, Мансур Салахуднев, Дмитрий Тоскаев, Станислав Новицкий. В феврале началось вещание в кабельной сети АТК. В первые месяцы в сети транслировалось 5 селеканалов. В течение года в телекомпанию перешла целая группа ведущих работников государственного телевидения «Архангельска». АТК стало домом для Чуракова, Андрея Алексея Угарова, Юрия Буинского, Олега и Клавдии Хорошавиных, Нины Киселёвой, Бориса Стриги, Тамары Валовой, Игоря Блинова, Татьяны Семёновой и многих других. В мае вышла первая собственная передача АТК «Репортаж» о праздновании. 9 мая в Архангельске несколько раз выходит передача «Город». Первые годы коллективом компании было снято множество документальных фильмов о предприятиях области, об интересных людях региона. О культуре русского севера на экологическую и общественно-политическую тематику АТК активно сотрудничала с зарубежными телекомпаниями. Сюжеты и материалы, снятые архангельскими телевизионщиками, показывались на BBC, немецком и японском телевидении и в США. В кабельной сети транслировалось 6 телеканалов и насчитывалось около 2000 абонентов. Редакция телекомпании переехала на Полярную. У телевизионщиков появляются полноценные павильоны и студии. Начинают входить регулярные собственные передачи АТК «Хорошие новости» и «Служба безопасности». К компанию приходят известные сейчас за пределами области журналисты Юлия Шахова и Анна Нупрейсова. Снимаются документальные фильмы о космодроме Плесецк, полигоне «Новая земля» о Траловом флоте Архангельска, об атомной энергетике. В январе в Архангельске проходил 11 чемпионат мира по хоккею с мячом, а ТК «Медиа» оказывала информационную и организационную поддержку мероприятию. В сотрудничестве с телекомпанией ГТРК «Поморье» и ТВЦ «Москва» осуществлялись трансляции с чемпионата, которые увидели не только жители области, но и болельщики из других регионов страны. 2 февраля из компании вышел в свободное плавание отдел, который уже несколько лет занимался выставочной деятельностью. Таким образом, в Архангельске появилась первая специализированная фирма по организации и проведению выставок товаров и услуг ООО «Выставочный центр «Поморская ярмарка». За заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник» в связи Российской Федерации, менеджеру, телевизионной студии ООО «Архангельская телевизионная компания» Бабину Валерию Владимировичу. Кабельная сеть входит в состав международного телекоммуникационного холдинга «Метромедия Телселлинг». За счет модернизации сети до 25 увеличивается число принимаемых телеканалов. Начинается издание еженедельника «Телепрограмма АТК», в котором публикуется полная удобная программа всех кабельных телеканалов. Анонсы наиболее интересных фильмов и передач за короткое время тираж газеты вырос с 999 до 10 тысяч экземпляров. 13 августа в эфире появилось «Авторадио», ставшей первой и на долгие годы единственной местной круглосуточной радиостанцией в Архангельске. Частота вещаний осталась прежней 106,4 FM. Молодой коллектив во главе с Исаром Джафаровым и Евгением Котцовым начал осваивать науку ведения 24-х часового эфира, поиска своего формата и целевой аудитории. С 13 января 2000 года начало вещание Архангельская студия общественного российского радио, работающая в информационно-музыкальном формате. Время вещания составляло 4 часа. За заслуги в области Российской Федерации присвоено почетное звание заслуженной работник культуры Российской Федерации, директору программы «Маркетингу ООО». Архангельская телевизионная компания «Новицкому Станиславу Викторовичу». Радиостанция «Европа плюс Архангельск» под руководством Никитина Василия Евгеньевича стала победителем конкурса радиосети «Европа плюс» в номинации. За вклад в развитие молодежной танцевальной культуры на базе газеты АТК создается рекламный информационный справочник «Наш Северный край». Газета пользуется огромной популярностью как у рекламодателей, так и у читателей региона. 12 июня выходит первый выпуск программы «Точки над И». С тех пор каждый будний день жители региона могут услышать от Валентины Иванова анализ главных событий дня. С 22 и 29 сентября в Архангельске при организационной информационной поддержке АТК «Медиа» происходит 11 международный фестиваль актеров кино. Созвездие 2000 Архангельск и Северодвинск посетили более 150 звезд российского экрана. Жюри во главе с народным артистом СССР Виктором Степановым признали победителями фестиваля Зинаиду Шарко, Николая Волкова, Наталью Егорову, Леонида Ермольника, Веру Карпову, Елену Морозову и Александру Домогарова. В начале декабря под руководством Филиппова Виктора Антоновича выходит первый номер регионального приложения газеты «Известия». В течение почти трех лет «Известия» в Архангельске ежедневно сообщали о наиболее важных событиях города и области. С 5 по 11 марта при организационной информационной поддержке АТК «Медиа» проходит второй фестиваль телевизионного и художественного кино «Сполохи». 16 лучших телефильмов и сериалов составили насыщенную и разнообразную конкурсную программу фестиваля. Победителями кинофестиваля стали фильмы «Остановка по требованию», «Медики», «Граница», «Таежный роман», «Что сказал покойник», «Ведьма». 3 апреля русское радио «Архангельск» вышло в эфир на новой частоте 103,8 МГц. Сейчас эта частота известна огромному количеству слушателей. Постоянная аудитория превышает 200 тысяч человек. С 4 апреля слушатели Архангельска, Новодвинска, Северодвинска имеют возможность слушать на частоте 104,7 FM самую полную коллекцию рок-н-ролла, произведений «Машина времени», «Чайфа», «Алисы», а также молодых голосов российской рок-сцены в рамках программы «Наша радио», «ООО». Выставочный центр «Поморская ярмарка» был присвоен статус уполномоченной компании и администрации Архангельской области и мэрии города. Архангельска по выставочной ярмарочной деятельности, за заслуги в области культуры и печати, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную работу награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством П. В степени директор посредством массовой информации ООО «АТ-комедия» Мозговой Александр Иванович. В сентябре в радио «Шансон» начало вещания в Архангельске. На частоте 101,6 МГц настроилось огромное количество поклонников качественной отечественной музыки, которые смогли услышать бордовские шедевры, городские романсы, рок-музыку и песни из любимых кинофильмов. Осенью специалисты Московского телекоммуникационного центра Останкино совместно с архангельскими строителями приступили к возведению на территории радиостанции МТМ и новой телевышки. Большой вклад в организацию проектирования и строительства башни внесли ООО «АРТПЦ» Ковляшенко Михаил Юрьевич, технический директор «АТ-комедия» Салахуддинов Мансур Аркамович, инженер-строитель ООО «АРТПЦ» Сипович Листалина Ивановна. 15 ноября в интернете появляется информационный портал «АТ-комедия», который быстро завоевал популярность как среди жителей области, так и среди информационных партнеров в других регионах и даже странах. Большой вклад в создание портала внесли руководители информационной службы холдинга Ларионов С и инженер-техник Шаха Ф.Н. В январе сетевым партнером «АТ-комедия» становится компания «СТС Москва». С этого времени полюбившиеся местные передачи, такие как «Автограф дня», «Точки над и 13 этаж», «Городские подробности», «Час города» и другие зрители города могут увидеть только на телеканале «СТС». С января 2004 года увеличивается тираж газеты «Ведомости Поморья». Газета начинает публиковать тиражные таблицы самых популярных телевизионных лотерей. Выходит в эфир местная студия радиостанции «Шансон». В июле исполнительным директором ООО «АТ-комедия» становится Козакова Ольга Владимировна. Подписано долгосрочное соглашение с мэрией Архангельской о поддержке и организации традиционной городской майской эстафеты. Существенно увеличивается тираж газеты «Стройэкспресс». Она первая из рекламных газет начинает распространяться в районе первых пятилеток. Коллектив ООО «Газеты» во главе со Сметанином Д.А. и Чуркиным Н.Л. смогли сделать газету популярной среди широкого круга читателей и рекламодателей. В мае АТК и АТК «Медия» впервые в Архангельске организовали прямую веб-трансляцию межрегиональной торгово-промышленной выставки «Архангельск-экспо-2005». Специально для этого проекта был создан виртуальный пресс-центр выставки. Выставочный центр «Поморская ярмарка» и участники выставки получили высокоскоростный доступ в интернет непосредственно со своих брендов. В июле главным директором ООО «АТК «Медия» и телекомпании СТС «Архангельск» утвержден Андрей Чураков. В августе исполнилось 15 лет со дня основания ООО «Архангельская» телевизионная компания, которая стала колыбелью для информационного холдинга «АТК «Медия». Такой же юбилей работы в компании отметила управляющая делами «АТК «Медия» Светлана Кузьмина. Много лет работают в компании «Кондаков Михаил Юрьевич», «Фефилатиева» Наталья Александровна, «Иванов» Валентин Николаевич, «Чураков» Андрей Анатольевич, «Мухина» Елена Юрьевна, «Лысая Марина Юрьевна», «Капуста» Дмитрий Иванович. Летом при организации финансовой поддержки Фонда развития и поддержки телевидения в Архангельской области были перезахоронены на Вологодском кладбище-останке основателя современного телевидения Бэйл Розинга. С сентября на городском телевидении изменяется сетка вещания, возобновляется выход программы «Доброе утро», «Архангельск», увеличивается число выпусков «Автограф дня», появляются новые программы «Бизнес-панорама» и итоговые точки над и после долгого перерыва возобновляется сотрудничество «АТК «Медия» и телекомпании НТВ. 4 ноября в новостных программах телеканала НТВ проходит сюжет об открытии в Архангельске реконструированного проспекта Чумбарова-Лучинского, снятой тележурналистами компании. 29 ноября 2005 года во время показа сериала «Зачарованный» канал СТС «Архангельск» отключили от эфирной сети, после чего он перешел исключительно на кабельное вещание. Передача СТС «Архангельск» начинает выходить на 7 ТВК, там где был СТС, на канале ТВЦ под названием «АТК «Медия». Также передачи по-прежнему транслируются на СТС «Архангельск» на кабельной частоте. В городе вещают два канала ТВЦ, один вместо СТС на 7 ТВК, второй ТВЦ и двина, который позже отключают. В апреле 2006 года канал СТС «Архангельск» тоже принимает название «АТК «Медия». Канал имеет название АГТВ, на СТС «Архангельск» в центре, также меняется логотип, который теперь располагается в левом нижнем углу. С 1 декабря 2008 года на частоте 16,4 мг. в эфир вышла радиостанция «Клюкв-ФМ». Это станция с уникальным и музыкальным форматом, где помимо позитивной, радостной, веселой, русскоязычной музыки звучат самые популярные анекдоты, отрывки из кинокомедий, выступления юмориста. Канал принимает название АТВ, на СТС и ТВ-центре, также меняется логотип, который располагается в левом верхнем углу. Вместо логотипа АТВ в рамках СТС «Вновь некоторый период» стоит логотип СТС «Архангельск». С января 2012 года в ночь с 6 на 7 января АТВ транслирует «Богослужение» в прямом эфире. Трансляция идет в эфире канала ТВ-центр, а также ретрансляция ТВ на инфоканале АТК «Новости». С 1 сентября 2012 года канал АТВ меняет одного из сетевых партнеров. Передачи АТК «Медиа» теперь будут выходить на каналах «Домашний» и «ТВ-центр». АТВ уходит с СТС. Переходя на «Домашние» вещания АТВ на канале «ТВ-центр» сохраняется. Видео на YouTube. АПХАП www.youtube.com.watch «В» равно 2 ОРМФ 0 «Джерк» и «АМПФЕЧЕР» равно ПАУКП «Программа Архангельского телевидения». Музыкальная шкатулка «Счастье жизни» 708 на связи автограф «Дня ваше право». 13 этаж, бизнес, панорама, глаз народа, звездные вершины, другая реальность, день города, тест-драйв, городские подробности, парламентский вестник.нады, прогноз погоды, простуда, 2008-2009. Доброе утро. Архангельск. Детали Архангельска. Обеденный перерыв. 2009. Правопорядок. Знаки. Задияки. Мир покупателя. Архиамп. Шопинг. Мне нравится. Отдыхай. Родные причала. Формула здоровья. Спорт. Таймпарк. Культуры. Афиша. Позже афиша. Просто так или так просто. Доска объявлений. 2009-2010. До 18 апреля 2010 года. По будням. Час города. Примите поздравления. Логотип. Телеканал сменил пять логотипов. С 1999 по 2003 годы стоял на правом верхнем углу. С 2004 года по настоящее время стоит в левом верхнем углу экрана. С 1990 до 1999 года логотипа не было. С 1999 до 2002 года логотип телеканала ТВЦ Архангельск находился в правом верхнем углу экрана. С 2003 до 2004 года логотип телеканала ТВЦ Архангельск находился в левом верхнем углу экрана. С 2004 до 2006 года логотип телеканала СТС Архангельск находился в левом верхнем углу экрана. Также на канале АТВ. Некоторый период в рамках СТС в 2009 году. С 29 ноября 2005 года до 2007 года логотип АТ-комедия в рамках канала ТВЦ. С 2006 года в рамках канала СТС находился в левом верхнем углу экрана. Используется в качестве начальной заставки местного окна на телеканалах ТВЦ с 29 ноября 2005 года на СТС с 2006 года. С 2007 до 2008 года логотип АГТВ в рамках канала ТВЦ и СТС находился в левом нижнем углу экрана. С 2009 года по настоящее время логотип АТВ в рамках канала ТВЦ находится в левом верхнем углу на канале ТВЦ в местном окне. Также логотип использовался в 2009 году. Какое-то время и в 2010 году канал АТВ в рамках телеканала СТС используется в заставках на телеканалах ТВЦ и СТС. С 1 сентября 2012 года в эфире канала Домашний Архангельск также нет логотипа, как и ранее на АТВ в рамках СТС. По каким причинам не было логотипа АТВ или СТС Архангельск на АТВ в рамках СТС и нет на Домашнем Архангельск неизвестно. Заставки Домашний Архангельск используется только в рамках регионального окна. С 9 января 2013 года на канале АТВ в рамках канала ТВЦ изменен цвет эфирного логотипа. Позже он снова оранжевый, как и раньше. С мая в рамках канала ТВЦ вместо логотипа АТВ ставится логотип 430 лет Архангельска. На белом фоне «Прямоугольник» заставка. В сентябре 2007 года с переименованием канала ВАГА ТВ появились новые эфирные заставки канала, а также передач. Заставки передач «Мир покупателя» и «Отдыхай» были укорочены. В январе 2009 года с переименованием канала ВАГА ТВ появляются новые эфирные заставки канала, а также передач. Заставка прогноза погоды остается неизменно с 2007 года. Заставка «Отдыхай» обновляется. В 2012 году обновилась заставка передачи «Мир покупателя». В январе 2013 года появилась новая начальная и конечная эфирные заставки. Также появилась новая заставка передачи «Автограф дня», что на самом деле является заставкой 2007 года, использовавшейся при АГА ТВ. Только вместо конечной заставки с адресом компании используется та же самая, что и в начале.